Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Дом, в котором живет Бог». Мы говорим о христианстве, о церкви, ее истории и традициях. В прошлый раз мы говорили о святой горе Афон. Она находится в Греции, и вокруг нее собрано множество монашеских обителей. По преданию, это место взяла под свое покровительство Пресвятая Богородица. Афонские монастыри ведут свою историю с глубокой древности, со времен самого императора Константина. Ну а кроме того, мы узнали, что Афон имел большое значение в духовной жизни Руси, которая в нем видела образец иноческой жизни. Сегодня мы вернемся на русскую землю и окажемся в веке XVI, в грозном времени царя Иоанна IV. Малолетний Иоанн унаследовал престол от своего отца, Василия III. После смерти великого князя бояре подняли такую смуту в борьбе за власть, что совсем забыли про маленького царевича. Их буйство, доходившее порой до кровавых расправ, навсегда запало в детскую душу Иоанна. Унижения, обиды, притеснения, которые ему довелось испытать в детстве, стали той мрачной основой, на которой возрос будущий грозный опричник. Никому не было и дела до того, что творится в его душе. Правда, только один человек помогал ему не потеряться в этом безумии. Московский митрополит Макарий. Именно ему Иоанн обязан интересам и вкусам к литературе. Кроме того, Макарий своей любовью и лаской умел обуздывать тяжелый характер Иоанна, напоминать ему о призвании православного государя и вдохновлять на великие начинания. Итак, запомним, что характер царя складывался под впечатлением от боярских усобиц. И единственный, кто положительно влиял на него, был митрополит Макарий. Одним из проявлений этого влияния было венчание Иоанна на царство. Для Руси это было новшеством, ведь никто из прежних правителей не принимал власть таким образом. Дело в том, что сам акт венчания имеет глубоко религиозный смысл. Венчанный царь становился помазанником Божьим, а его власть почиталась дарованной свыше. Для того, чтобы это понять еще глубже, нам необходимо отступить на сто лет назад. Тогда во всем христианском мире произошли важные и, пожалуй, даже трагические изменения. Православная Византийская империя пала под жестокими ударами мусульманского нашествия. Это случилось в 1453 году, когда турецкие войска захватили Константинополь, и династия христианских императоров прервалась. Не стало православного царства, не стало и православных царей. И вот спустя сто лет преемником православных византийских монархов становится русский царь. Таким образом, московское государство становится наследником Византии, третьим Римом, как тогда называли Москву. Итак, давайте запомним, венчание на царство Ивана IV сделало Москву преемницей Византии, оплотом православной веры во всем мире. Митрополит Макарий надеялся, что Иоанн после венчания будет по-новому смотреть на свое призвание, быть покровителем православных христиан всего мира и более серьезно относиться к своим государственным делам. И так оно поначалу и было. Сразу же состоялось несколько церковных соборов, которые были посвящены канонизации новых русских святых. Надо сказать, что до этого у русской церкви было очень мало своих прославленных подвижников. В Святцах значились в основном именно греческие. Но теперь, когда Москва стала столицей всего православного мира, ситуация поменялась. И необходимо было это подтвердить. Таким подтверждением и стала канонизация русских святых. Ведь именно их подвиг лежал в основании русской церкви и московского православного царства. И так запомним, что при Иоанне IV состоялось несколько поместных соборов, которые прославили новых святых русской земли. Но самым значимым событием для церкви этого пока еще мирного периода правления Иоанна был знаменитый 100 главный собор. Он так назывался, потому что его решения укладывались ровно в 100 глав, 100 пунктов. Главная его задача состояла в том, чтобы упорядочить церковную жизнь. А при тогдашних обстоятельствах в этом чувствовалась сильная нужда. Дело в том, что после соединения русской земли в одно целое государство, Москва получила возможность одним общим взглядом охватить всю русскую жизнь. В том числе и то зло и нестроение, которые таились по прежним удельным городам. И вот это надо было как-то исправлять. Интересно, что в работе 100 главного собора, или 100 глава, как его нередко называют, принимал участие сам государь. Он задавал свои, порой, каверзные вопросы, которые, впрочем, имели все ту же цель – утверждение церковного благочиния. Это нам также говорит о незаурядности Ивана, его вдумчивости и начитанности. Давайте отметим это для себя. Царь Иоанн принимал живое участие в 100 главном соборе, целью которого было установление церковного благочиния. В целом, решения этого, безусловно, важного для своего времени собрания, сыграли большую роль в истории русской церкви. Они во многом закрепили нормы русского обрядового благочестия. Например, ношение бороды и усов. Ну вот, друзья, мы с вами немного познакомились со временем царя Иоанна IV. С жизнью церкви в годы его правления. И кажется, вроде бы все было хорошо и спокойно. Царь принимает власть из рук митрополита, участвует в церковной жизни, ревнует о благочинии и так далее. И как бы я хотел, чтобы мы поставили точку именно здесь. Чтобы все было как в сказке. И жили они долго и счастливо. Но, увы, дорогие мои, это случится, но только не в нашей истории. Наша история говорит нам о другом. После смерти любимой жены, а вскоре и митрополита Макария, тех немногих, кто еще мог удерживать жестокость правителя, появляется новый царь. И мы знаем его не как Ивана Великого, не как Ивана Благочестивого, но как мрачного Ивана Грозного, грозность которого была обращена против собственного народа. Но об этом мы поговорим в нашей следующей передаче. А пока давайте запомним, что резкий поворот в жизни Иоанна IV, сделавший его тем самым грозным, произошел после смерти его любимой жены и митрополита Макария. Ну что ж, друзья, сегодня мы немного узнали о времени царя Иоанна IV. Его характер складывался под впечатлением от боярских усобиц. А единственный, кто положительно влиял на молодого Иоанна, был митрополит Макарий. Узнали мы и то, что Иоанн первым из русских царей венчался на царство, и тем самым сделал Москву преемницей Византии, оплотом православия во всем мире. Также мы узнали, что при этом царе состоялось несколько церковных соборов, которые прославили новых русских святых, а также сто глав, который заботился об установлении церковного благочиния. Ну и, наконец, нам стало известно, что после смерти любимой жены и митрополита Макария в жизни царя произошел духовный переворот, ставший началом мрачного времени. И на этом у меня все. Если у вас остались какие-то вопросы, я буду ждать их на нашем сайте. Его адрес сейчас перед вами. А мне осталось только попрощаться с вами. Всего вам хорошего. И храни вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok